О переселении в новое жилье мечтают и многодетные семьи, которые получили землю под строительство. Но они никак не могут начать возводить дома, потому что к участкам не подведены канализация, газ и электричество. И ждут коммуникации люди уже не первый год. С такими вопросами главе города обратились председатели общественных организаций многодетных семей. Андрей Уральский подробнее. Вера Волошина и Светлана Неделько пришли на встречу с главой Краснодара как председателя общественных организаций многодетных семей. У каждой целый список вопросов. Самый острый касается участков, которые выделяют многодетным семьям с 2011 года за счет городского и краевого бюджетов. Земля есть, но строить на ней нельзя, пока не подведут коммуникации. В документах указана приличная сумма за подключение, например, к электросетям. Вера Волошина, сама многодетная мать, и такой же участок выделили ей. Но кто должен платить за присоединение к электроартериям, женщина, как и многие другие члены организации, не знает. Даже взять по Капанскому, некоторые участки у нас проходят за счет муниципалитета, а многие участки у нас были по большим суммам проходили. То есть там миллион с чем-то, подключение, только электроснабжение. Владимир Ревланов тут же поясняет. Все работы проводят за счет городского бюджета. Больше никто платить за подвод коммуникаций не должен. Всего в городе выделены участки более чем для 1800 многодетных семей. И списки тех, кому нужна земля под строительство дома, увеличиваются. Уже утвержден перечень участков и еще на 170 заявок. 30 проектов по коммуникациям и дорожным развязкам во всех населенных пунктах, где выделена земля под строительство, уже готовы. Сейчас они находятся на экспертизе, и все необходимые процедуры займут не больше полугода. Март на торги. А потом уже там идут непосредственно сами торги месяц на проведение, опубликование, проведение, выбор подрядчика. То есть до конца первого полугодия мы проведем все подготовительные работы, до начала работы. В первую очередь к участкам подведут электричество. Схему проекта объяснили на примере Старокурсунской. Здесь общая протяженность высоковольтных линий составит 37 километров, установят 9 трансформаторных подстанций. Их хватит на все дома многодетных семей. Надежность электроснабжения будет обеспечиваться двумя газопоршневыми электростанциями. Подведут канализацию, газо- и водопровод. Когда коммуникации проложат, дорожные развязки заасфальтируют. В том числе будет построена дорога, которая свяжет поселок Лазурный с трассой М4 Дон и пустят маршруты общественного транспорта. С учетом того, что все эти участки, они как-то привязаны к действующим населенным пунктам, поэтому надо сейчас уже делать расчетные изменения по количеству пассажиропотока, по пассажиропотокам туда, соответствующие создавать запас, резерв, с тем, чтобы можно было увеличивать количество, качество подвижного состава. Кроме коммуникаций будет создана вся необходимая инфраструктура. В Старокурсунской в перспективе построят пять новых детских садов, а в Октябрьском строительство дошкольного учреждения запланировали на 2015 год. В каждом населенном пункте работают офисы врачей общей практики. В дальнейшем их штат увеличат, медики будут принимать в несколько смен. В Лазурном уже заложено строительство поликлиники. Появится и пункт скорой помощи. Подробная консультация исчерпала все вопросы многодетных матерей. Актуальны были вопросы в связи с дорогами и электричеством. Это острые самые-самые. Но сейчас, конечно, мы услышали ответы на не только эти вопросы, но и другие, которые мы подготовили, и глава очень хорошо дал задания всем руководителям. Ответы были объемные, и то, что планируется на март-апрель следующего года, нас это очень радует. Всего на встрече Светлана Неделько и Вера Волошина озвучили 25 вопросов. Они узнали, что скоро выделят участок под строительство новой школы на улице Черкасской. Она сможет вместить тысячу воспитанников. Из отдаленных населенных пунктов учащихся возят 90 школьных автобусов. А в общественном транспорте для детей из больших семей предусмотрена скидка – 50%. Узнали общественницы и то, что в планах у городской власти выделить еще 650 участков для многодетных семей, чтобы каждый из них мог построить просторный дом. Андрей Уральский, Дарья Безинская, Евгений Гирник, Краснодар-24. Субтитры создавал DimaTorzok